Тимофей Яковлев спрашивает Сегодня был на исповеди, а после отхода от неё сердце всё равно, как камень, хотя искренне просил Господа о прощении, ничего не утаил. Почему так? Бог не простил? Ну, вы знаете, вот вы задаёте такой вопрос. Вот ещё обождите немножко, ещё я проживу лет сто, может быть, получу дар прозорливости, видения души, и тогда я, конечно, отвечу вам. Сейчас пока ещё я этого дара не получил. Мне трудно сказать, по какой причине. Можно только предполагать. Ещё раз повторяю то, если вы вот с самого начала сейчас присутствуете, то ещё раз вам повторю. Остерегайтесь ожидания благодати. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, что вы не чувствуете вот того, что вы ожидали. И не ожидайте, пожалуйста, этого. Не ради этого мы подходим к исповеди. Не ради этого причащаемся. Не ради этого принимаем крещение. Избави Бог ожидать уже благодати. Будет правильно, если мы с сознанием своей греховности, с верой придём, с полным тогда убеждением. Господи, ты знаешь, когда что нам можно дать. Вы знаете, мы какой сластолюбивый народ. Вот дай нам только сейчас подошёл и пришёл, и всё уже у меня, ой, и я буду потом бегать. Да, искать что? Искать вот это удовольствие, если хотите даже. А Господь испытывает нас подчас. Да, я пришёл, кажется, поисповедовал искренне и ничего не чувствую. Не беспокойтесь. Если вы делаете это искренне, искренне, не беспокойтесь. Потом это вас сторицею окупится. То, что вы сейчас ничего не чувствуете, почувствуете потом и увидите. Но не ждите только вот это награды какой-то. Вы знаете, наша сейчас психология такая. Мы всё время ждём, ждём ответа. Я тебе, Господи, копейку, дай мне лимон. Я вот исповедовался, а ты чего, мне ничего? Ну? А я ничего. Ну, надо же поверить, что Бог есть любовь, и Он знает, когда дать. Кто знает? Может быть, сейчас бы это было для вас? Возможно, это было бы неполезно. Поверьте Ему. Поверьте. Поблагодарите за то, что вы ничего не чувствуете. И вы потом узнаете это.